На ринге с жестким обмен ударами. Буквально три недели назад вернулся из Милана Эндер Юзгюль. Он поступил во втором командирке на чемпионате мира. Мы видим, наносит с правой руки, хочет закончить бой досрочно. Но Артур Буц один из опытных мацоров. Пока впереди турецкий спортсмен. Он более активный, занялся в длину ринга. Хочется чувствовать себя хозяином ринга. И мы видим, что Артур Буц ходит в клинч. Артур Буц опытный спортсмен и думаю, он уступит вот так, пожалуйста, в интертаке уже со стороны Артура. Выдержит тут весь бой, боксируя в таком темпе турецкий спортсмен Эндер Юзгюль. Мы посмотрим впереди еще два раунда по три минуты. В принципе, весь бой впереди. Резкие атаки, быстрота, напор. Как говорят в тотальный бокс, когда удары наносятся с двух рук и в голову, и в туноющую. Вот подсказка в сторону. Мы видим, как секундирует своего внука Валерий Буц, известный тренер. А его внук Артур вот боксирует на ринге. У Валерия Буца был еще и сын. А это сын его дочери, тоже боксер. Так что Николаевская династия семьи Буц проводит такое долгое время на ринге. Отец, сын и внук. Поддерживая победы. Причем убедительные победы, побеждая и становясь призерами крупнейших международных турниров. Рефери Сергей Гучин. Мы видим, что все-таки нацелен на досрочную победу турецкий боксер. Его секундирует турец Вилмаз. Старший тренер спортивного клуба ФНР Бахче. И тренер Сулейман Йостюрк. Наших спортсменов секундировали Валерий Буц и Алексей Трофимов. Бронзовый призер чемпионата. Мирор Чикаго. Двукратный чемпион Украины. Причем в абсолютной весовой категории. Подсказки секундантов, зрителей. Очень удобно. Ринг расположен рядом со зрительскими местами. И вот такой вот плотный бой. Причем автор тотального бокса, атаки. Турецкий боец. Спортклуб Николаев воспитал целую прияду боксеров известных. Прежде всего это Виктор Запорожец, участник Олимпийских игр в Мехико. Мастер спорта международного класса. Ныне заслуженный тренер Украины. После нашего турнира, нашего матча по боксу в Николаеве состоялся чемпионат Европы среди женщин. Теперь женский бокс стал олимпийским. Причем в трех весовых категориях будут вестись поединки в Лондоне. Необходимо получить путевку лицензию, чтобы стать участницей Олимпийских игр в весе до 51, 60 и 75 килограммах. Как выступят наши женщины на Олимпиаде не знаю, но в командном учете заняли второе место на Европе. В последний и закончительный третий раунд. Мы видим Артура Абутса, который ведет поединок в правосторонней стойке. Это очень неудобно для соперника. И для того, чтобы вести против боксера лепши поединок, необходима специальная подготовка. И не на одной тренировке. А вот узнать, будет соперник лепшой или нет, это необходимо безусловно подготовиться, вести бой против боксера лепши. Уже определенная труда. Хотя каждый боксер лепша, он начинает с левой руки удар, заканчивает левой, а соперник все делает наоборот. Мы видим, что приличный готов турецкий боксер, нанося сильные удары по воздуху. Должен был давно устать, но тем не менее, постоянно в атаке. Артур Бокс из сборной команды бокс-клуба Братьев-Сидоренко ведет поединок в правосторонней стойке. Не отдает середину Рига турецкий мастер, мастер спорта международного класса. У них большой послужной список проведенных боев и побед. Большинство из них на международном ринге европейского и мирового масштаба. Вот приноровился Артур вести встречный бой. Довольно-таки прилично. Приятно, что нам помогали также девушки из детско-юношеской спортивной школы «Чайка», группы «Шадоус», тренер-хореограф Екатерина Сафронова, которые выносили штандарты, раунды. Это тоже явилось частью шоу-программы. Выступали девушки также из танцевальной студии «Марта», участницы чемпионата Украины, чемпионки Украины, и девушки из спортивной школы «Чайка». Это украшение турнира. Бой закончен. Судьба боя в руках арбитров. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Учитывая, что у боксеров в седьмом углу высокая техника, спортсмен в красном углу атаковал, постоянно шел, наносил жесткие тяжелые удары. У судей ничья, боевая ничья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!